День памяти и скорби ежегодно отмечается 22 июня. В этот день в 41 году ровно в 4 часа утра немецкая армия вторглась на территорию СССР. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей. Она унесла жизни свыше 27 миллионов русских, украинцев, белорусов и других народов Советского Союза. Мы преклоняем головы здесь, у Вечного Огня и отдаем память тем нашим предкам, которые сумели выстоять и ценой своей жизни сохранили то, что мы сейчас имеем. Сотни жителей города, школьники, представители молодежных объединений, общественных организаций и патриотических клубов вместе с ветеранами встали в единый строй, чтобы вспомнить о событиях тех лет и почтить память павших за Родину. Начался траурный митинг с панихиды. Война – маленькое слово. А сколько боли, сколько горя несет оно. Ведь в один день, в один миг вся жизнь прекрасна. Ведь поколение 40-х годов – это кто такие? Это такие же люди, как вы. Мечтали любить, учить, жить, радоваться. С приветственной речью и словами благодарности к собравшимся обратился ветеран Великой Отечественной войны Гавриил Дегтярев. В наших сердцах этот год стал годом самым тяжелым, самым трагичным в истории нашей страны. 22 июня на рассвете воскресного дня фашистская Германия, нарушая договорные обязательства, вероломно, без объявления войны, нанесла огромный сокрушительный удар по Советскому Союзу. Участники гражданской акции почтили минуты молчания память погибших воинов и мирных жителей. Прозвучали выстрелы в небо. От имени главы района и главы города возложили корзины с цветами. Участники митинга присоединились к церемонии. У меня дедушка инвалид и участник Великой Отечественной войны. Сейчас его уже нет, но он дошел как раз до Москвы на Можайском шоссе, он сражался. Завершился митинг у Вечного огня акции «Вспомним всех поименно». В завершении митинга всех погибших воинов, захороненных в братской могиле мемориального комплекса, вспомнили поименно.